Во всех трех этапах с российского турнира «Виват. Наука» зареченцы завоевали награды. Лицеисты Александр Черков и Владислав Трусов вдвоем соперничали с командами, в которых было по 10 человек. Там, где требовались энциклопедические знания в области биологии и точных наук, на коне был Саша. А там, где требовалось знания истории, литературы, а также креативность мышления, там у нас дело было за Владом. Результатом мы очень довольны. Мы благодарим молодежную научную организацию и руководство за то, что мы получили такую возможность съездить. В первом задании турнира тест-рейтинговой олимпиаде заняли второе место. Большинство вопросов организаторов не вызвало затруднений у лицеистов. Очки ребята зарабатывали и дополняя ответы соперников. Вопросы, скорее, для обывателя, наверное, сложные. Но для нас они казались не очень сложными, потому что знания были, начиная от уровня школьной программы, заканчивая институтскими. На 12 станциях следующего этапа интеллектуально-творческой игры «Квазар» Александр и Владислав блестяще применили знания биологии, литературы, истории. Самая успешная станция была, у нас станция, где нужно было отнести портреты ученых, имена и их достижения. Мы там вообще это все сделали, нужно было сделать за 5 минут, мы сделали за 2. Причем нам еще сказали, что если могли бы поставить по 11 баллов из 10. Но на самом деле помогло то, что у нас и в лице, и в ДВЦ есть портреты этих самых ученых. Поэтому справились довольно быстро. Правда, так быстро справиться с заданием милицистам удавалось не всегда. Больше других им потребовалось времени на построение заданной модели из конструктора. Если в командах соперников одновременно работали по 10 человек, то наши юноши воспроизводили образец вдвоем и все-таки сумели за установленное время справиться с задачей.